Я узнал, что у меня Это родина моя Всех в дневном свете я 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 Праздник веселый Всех в дневном свете я 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 Дать первый школьный звонок предоставляется выпускнику 1997 года, учащемуся 11-го А-класса Иплуновскому Сергею и первокласснице Середовичу Машу. Пожалуйста, Сергей, сюда. Маша. Спасибо. А теперь давайте вспомним, как трудно было вначале, как не слушались нас буквы. Тогда на помощь вызвали палочки-выручалочки. Выручайте палочки, палочки-выручалочки. Становитесь по порядку мою первую тетрадку. За строку не вылезав, спину прямо всем держать. Что же вы не слушаете? Что же плохо учитесь? Что стоите, как попало? Мне опять за вас попало. Но не знает мой учитель и не знает даже мама, как вас трудно научить, чтобы вы стояли прямо. А теперь, ребята, внимательно. Посмотрите сюда внимательно. Такая тетрадка, как я вам показывала? Да. Первая такая? Да. Разделовая тетрадка. Ух, широкая линия. Вы говорите, она в одной тетрадке. По дополнительности не такая тетрадка или другая? Да, другая. А эта тетрадка? Что за тетрадка? Да нет. Да нет. Да нет. Тетрадка. Тетрадка. Мы сегодня не будем пересчитать. Тетрадка, как ты. Вот эту тетрадку. Откройте. Тетрадка была выделена. И первый, на кого вы наверное обратите внимание, это кто у нас? Да. Да. Посмотрите, какой красивый. А теперь я хочу, чтобы вы взяли руки. У вас ухаживаете, как красиво идете у вас, да? И чтобы вы украли линия, что у нас у вас идет. Посмотрите, крупная линия идет. Сделали ты ее? Да. Вот такие все линии вдоль всего. Вот. Ежика будем проводить. На финале. Слева и направо. Вот так. Раз. Два. Три. Вот такие ровные. Ровные. И вот так мы проводим. И ручка по ежику. Вот у вас ежик у меня был небольшой маленький ежик. Вот. У меня мой ежик. Так. Вот. Мой ежик. Так. А у вас цитрат. Цитраты все такие ежики. Вот. Слева направо. Вот так. Рукоцелевая. Вот. Ставь лицые. Вот через весь ежик. Мы проводим правую. Рукоцелевая. На силу. Правильно. Ручки взяли. Я посмотрела. А ну-ка. Смельки какие? Лука. Рукоцелевая. Лука. Рукоцелевая. Что это? Рукоцелевая. Да ладно. Ну-ка. А ну-ка. Ни-ки. Рукоцелевая. Вы посмотрите на меня. Как у нее руки. Все посмотрели. Смотрите. Вот мы сидим. И я высоте голодавров. Раз. Рукоцелевая. Раз. И все. Раз. И все. Раз. Отсюда всanu segundoм. А рука прямая. Пол sheep up. И раз. И провели. А ну-ка. Прямая рука. И мы идем вот. Раз. А рука. Удал кòng не получается. Так. Бакалун. Ну-ка. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Дорогие ребята. Вот уже месяц вы учитесь в нашей школе. Нравится вам наша школа? Смотрите продолжение в следующей серии. Так что всем я желаю счастливого. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вот такой красиво. В следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Пройдите продолжение в следующей серии. Смотрите 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 продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И хайна, вечера вся засверкает она, светки огней и снежинок, и звёзд, словно павлина раскрашенных борт. Раз, два, три, ёлочка, гори! Темнее, ребята, давайте загораться! Раз, два, три, ёлочка, гори! Не загораться, наши ёлочки, давайте ещё раз попробуем. Раз, два, три, ёлочка, гори! Вот и зажглает наша ёлочка. Вот и зажглает наша лесная красавица. Очень весело сегодня песня дружная звени. Наша ёлочка, родная, ты зажгла твои огни. Маленькой ёлочке пола над левой, И крестую ёлочку взяли мы домой. И крестую ёлочку взяли мы домой. Маленькой ёлочка, родная, ты зажглает наша красавица. Розовых пьяников, шишек золотых, Розовых пьяников, шишек золотых, Русы повесили в сарик парагог. Весело, весело, встретим Новый год. Весело, весело, встретим Новый год. Маленькой ёлочка, родная, ты зажглает наша красавица. Маленькой ёлочка, родная, ты зажглает наша красавица. Маленькой ёлочка, родная, ты зажглает наша красавица. Маленькой ёлочке, родная, ты зажглает наша красавица. Продолжение следует... 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 Это Новый год, это Новый год! Праздник, новый праздник, сверный! Праздник, новый праздник, сверный! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Если бы не было, если бы не было, если бы не было школ. Спасибо. 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 Именники, приглашайте постов, гостей, угощения. Угощения на столе, усаживайте все, есть конфеты, кула, и варенья, и желе. Что, сеги, кружки, пряники, ловушки, шоколадки, пиры, кула, и варенья. Берите вот эти отрезы, кусочек. Берите вот эти отрезы, кула, и варенья. 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 Берите вот эти отрезы, кула. Берите вот эти отрезы, кула, и варенья. Берите вот эти отрезы, кула. 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 Продолжение следует... 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 Давайте их поприветствуем. Итак, команда Гномики. Стойте, пожалуйста. Вторая команда, это команда Подсолнечный. И третья команда участница, Осенний Листопад. Итак, чтобы установить, чья команда будет выступать в первой, второй и третьей, мы предлагаем капитану команды подойти к нашему уважаемому жюри и провести жеребьевку. А пока они проводят жеребьевку, я вам представлю сегодняшнее жюри. Это Никулина Тамара Петровна, Безалукова Елена Игоревна и термонет своей жюри. Итак, первыми у нас выступает команда Осенний Листопад, вторыми команда Подсолнечный и третьими команда Гномики. Осень, ведь они написаны, столько прекрасных стихотворений. Отъявляем первый конкурс нашей программы, конкурс лучшего чтеца. Итак, от команды два участника рассказывают стихотворения о боссе. Итак, приглашаем участника команды Осенний Листопад. Ведь может, в левый Листопад включается в лодку, в ледом красночный наряд, в ледом, одеты на его сушке шесть листьев, а в ледом, они красные и сороки. Всем пока больших! АПЛОДИСМЕНТЫ Постепали в ледом, как и стали в ледом, холоднее, и от течего крика только в сердце весна. Ставят птицы в ледом, в ледом, в ледом, все деревни в ледом, в ледом, в ледом, в ледом, солнце меже смеется, нет цвета в лодовом, скоро осень проснется и заплатишь на свет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашает вторую команду, участие в ледом, командой подсколок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вместе с день. Вмного на листьях лежит, ночью морозы сквозь лес, холодно как-то глядит, яркость прозрачных микрисов. АПЛОДИСМЕНТЫ Грибной лес, лес грибной тебя зовет, тихим утром осени, видишь, по нагелесту нам деревья бросили, было лето и прошло, песенная знова, А теперь весусь твердом, трожи и спокойнее. Только белка на виду, все углы обладают. Витаминную на виду, запасая на землю. Под стволами двух дубов, помолчи немножко. И несём домой к лбу, полная лукошка. Приглашаю ученицы, команды в новенькие. Есть восемь и первоначальник, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустали, и ночезание вечера. Где бодрый свет гулял и падал в полос, теперь уж пусто всё, простое везде. Лишь паутинный тонкий волос блестит на красной борозде. Пустит воздух, птиц не слышно боли, но далеко ещё до первых зимних лет. Её за чистой и тёплой разуть на отдыхающую полосу. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко пристало. Короче становился день, трясло, таинственная сень. Печальный шум обогнажал, сложился на поля туман. Грусей крепил в колонаван, мы всё тупо. Здесь прижалить довольно скучная пора, стоянный яблок и шикарон. Жюри пока подводят итоги. Вторым этапом нашего конкурса был конкурс на лучшую осеннюю открытку. Вот эти вот открытки жюри посмотрит, осенние, да, и оценит, как второй этап. А сейчас, ребята, мы проведём конкурс на лучшего сорокопорщика. Кто в этом конкурсе победил? Конечно, лучшие люди. По два человека от команды вышли сюда и вытянули. Вот две сорокопорочки. Вам 10 секунд на подготовку. Быстрее, как свои команды, вернулись, готовитесь. Так, идёт. Значит, ребята, сразу вам объясняю. Вы ходите от команды, да, три раза чётко-громко произносите скороговорку, чтобы все поняли, смогли вы эту скороговорку произнести или нет. Итак, пожалуйста, команда «Осенний листопад». Выходим сюда. Там кожу кожи, да, с кожи, с кожи, с кожи, с кожи, с кожи. Так, хорошо. Хорошо. Сколько хотелось рассказать? В тушке. Смотрите, смотрите на рисунчик. Ну еще раз. Так, хорошо. Ну подержи я. Участники команды борцов. Смотрите прямо на листочек и громко произносите. Смотрите прямо на листочке. 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 потому что осень — это время сбора урожая. Так что это? Так, передай можно отборку. Отбор правильно. Засчитали команде по суммухам ответ. Слушай, следующую. Около кола — золотая голова. Тихо. Около кола — золотая голова. Нет. Нет. Так. Нет. Хабусто? Нет. Ну подумай, ребята. Так. Нет. Ты глотарина. Тихо. Еще раз, команда. Не бьет, не ругает, от него плачет. А, ну лук. Правильно. Так, следующая команда. Посреди двора — золотая голова. Отсунок. Правильно, посунок. Следующая команда. Мы для нее готовим карки и крупные золи, помнишь, как? Капуста. Капуста, правильно. Так, команда «Листопад». Закопали землю в мае и сто дней не вынимали. А копать под восемь стали, не одну нашли, а дина. Как ее название? Капуста. Капуста. Правильно. Телятки гладкие, привязаны грядки, лежат редками, зелены сами. Агурцы. Правильно. Агурцы. Растут на грядке зеленые ветки, а на них красные ветки. Агурцы. Помидоры. Помидоры. Хорошо. Хорошо. Закудрявый коколоск рисует ноги по волосам. На ощупь очень гладкая, на всутках сахар сладкая. У них нет руки? Нет. Еще раз послушались. Ну, уже отгадали, морковка, да? Ставь. Голова на ножки, в голове горошки. Голова на ножки, в голове горошки. Неправильно. Голова на ножки, в голове горошки. Под сону. Нет. А что? Нет. Дыню. Нет. Неправильно. Ну, младшие ребята. Эти ребята такое размене, называется, ну, мак. Так. И последний. Последний вопрос. Вырастает на земле, убирается в тене. Головой на лук похож. Если только пожуешь, даже маленькую дольку будет пахнуть очень долго. Чеснок. Чеснок. Правильно. Так, ну, ребята, чтобы по равному числу загадать, загадать, загадать. Значит, нам жюри тут подсказала, что нужно еще одну загадку загадать лесному листопаду и гномика. Значит, лесной листопад. Слушаем внимательно загадку. Что красно снаружи, бело внутри, зеленым хохолком на голове. Дикое. Что красно снаружи, бело внутри, зеленым хохолком на голове. Дикое. Правильно. Так. И доники слушаем загадку. Долгая мавра, жидка, корява, на всех зла и всем мила. Скажешь, препод. Правильно. Препод. Сажу я в желто-красный коридор, в широкий и прохладный. Построен этот коридор и светочек прекрасный. Сейчас мы объявляем, ребята, конкурс на лучший осенний костюм. Итак, кто представляет костюм, вы ходите сюда к нашим зрителям, в жюри и представляете ваш костюм. Итак, первыми у нас выступают участники команды «Осенний листопад». Готовы, ребята? Да, костюм. Готовы? Ну, пожалуйста, вы ходите сюда. Поспеваешь друг за дружкой лук, чеснок, салат, петрушка. И как будто светофоры поспевают помидоры. Вот веселый оборот, что здесь только не растет. Сколько хочешь овощей для овощей и для щей. Было пусто, стало густо, подпочинилась капуста. Помидоры все садрели и салат нам заведели. Команда подсолнуха. Костюм свой представляет. У меня нет отношений. Ну, надо так, вылежь, чтобы посмотреть. Команда подсолнуха. Ничего страшного. Есть еще свихотворение в мальчилочке? Нет. Нет, да? Ну, покружите, нет. Да нет, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, спасибо, ребята, вам за ваши красивые костюмы осенние. Вот мы и подошли к нашему заключительному конкурсу. Называется этот конкурс будет «Мастер». Вам уже объясняли, что в этом конкурсе нужно будет показывать, я вам буду говорить текст, да, а вы должны будете мне показывать, с мимикой вашей, жестами, то, что я буду говорить. Значит, сначала полкоманды. Полкоманды. Итак, пожалуйста, команда «Лестопад». Останьте, ребята, сюда. Развернитесь так, чтобы жюри и зрители вас видели. Я говорю, а вы сразу показываете то, что я говорю, как вы на этой реагируете. Зрителям не понравилось ваше выступление. Они в ужасе. Зрители со звездом швыряют вас гнилые помидоры. И надо же такому случиться, один из помидоров достигает своей цели. Вам неприятно, мерзко, отвратительно. Но вы стойко переносите обиду. Вторая помидорка. Сейчас лето. Вы на прогулке. Зимно. Смитит солнышко. Поют птицы. На душе у вас уютно, спокойно. Вдруг резкий порыв ветра сорвал шляпу вашей подружки. Шамка летит по ветру и славно опускается на середину большой, грязной лужи. Вам обидно. Жалко шляпу. Ну что же делать? Ну что же делать? В этой зоне ничего не должны. Да. Ваш друг у вас гостя. Вы рады его приходу. Просите пройти его в комнату. И вдруг он нечаянно забивает авариум с вашими любимыми рыбками. Он гадает на пол и разбивается. Вы в ужасе. Рыбки еще живы. Покажите, как рыбки живы. Как вы будете их ловить, у них рыба. Вы быстро забираете их в банк. Спасибо, достаточно. А теперь три команды вместе. А дальше мы вместе. Слушаем еще задания и выполняем их. Вы боитесь пчел? Отмечайте. Я вам сказала, что кричать нельзя. Потому что вы не нарушаете условия конкурса. Вокруг вас много пчел. Вы отмахиваете. Вы отмахиваете, пытаетесь закрыться. Вас кусает пчела. У вас спина раздула ногу. Вам больно. Очень больно. Слезы бегут по вашим щекам. Вам рассказали очень смешную историю. Вам смешно. Вы очень за родителя смеетесь. Вы просто безобразно смеете. Возможно, невозможно остановить. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Желтые красные листья по ветрую залетят. Пинцы мою летают, пути кратчей журавли. Вот уж последняя стая, крылья не машут дарит. Вот уж последняя стая, крылья не машут дарит. В руки возьмем в магазинке, где на треване пойдем. Падут бельки и тропинки, пустым осенним реком. Падут бельки и тропинки, пустым осенним реком. Падут бельки и тропинки, пустым осенним реком. Что с мамой? 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 Аплодисменты Артему! Аплодисменты Артему! Что с мамой? 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 С мамой? Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Когда глаза так весело горят, Когда улыбка сердце озоляешь, И в празднице он так чисто говоришь, И как девчонка весело смеешься, И так задорно ты на нас летишь. Хочу, чтоб вечеринка вот так смеялась, И отрала слез, а только долгий смех, И никогда со всеми оборчалась, И рад, как ты, и не все. Песня звучит за окна, поет на все лады, И взгляд на зону тепло и улужицы воды, Я беленький подснежник для мамы принесу, Он пахнет нежно-нежно, как дал и снег в лесу. Он пахнет нежно-нежно, как дал и снег в лесу. Снег, ручей, проказник, возлются ото сна, Пришла на маме праздник, разарится весна, Я беленький подснежник для мамы принесу, Он пахнет нежно-нежно, как дал и снег в лесу. Он пахнет нежно-нежно, как дал и снег в лесу. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, Наверное, за то, что дышу и мечтаю, И радуюсь солнцу и светлому дню. За это тебя я, родная, люблю, За небо, за ветер, за воздух мою. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. I want you to be happy, on the end of March. Be happy, be happy, on the end of March. Be happy, be happy, on the end of March. Сегодня маленький праздник, сегодня женский день. Я знаю, любит мама хвостику и сирень. Я знаю, я знаю, хвостику и сирень. Я знаю, я знаю, хвостику и сирень. Но в марте нет зирени, хвостники не достать, А можно на листочке цветы нарисовать. А можно, а можно цветы нарисовать. Привью картиру эту над маминным столом, И маму дорогую поздравлю женским днём. И маму, и маму поздравлю женским днём. И маму, и маму поздравлю женским днём. My dear, dear, my dear, my dear, I love you very much. I want you to be happy, on the end of March. Be happy, be happy, on the end of March. Be happy, be happy, on the end of March. Не усталость, родная, не покоя. Каждый час, день и ночь, родная мама, Всё тревожится о нас. Нас боюбала, кормила, провалки пела нам. Пила нас и научила, добрый, рада и узнала. Сколько ночи не спалось, если вдруг появлены. Сколько плачать завелось, и в коматушке среди сны. Как рученица, когда мы отвечали на почат. Сколько радости у мамы, если кто-то двоих нас. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Приходи на праздник маме, солнце круглой лицей есть. Мамы всех народов мира мира прочного хотят. Мамы всех народов мира от войны детей хранят. Вот какие наши мамы мы всегда гордимся вами. Умными, спокойными, будем вас достойными. И хотя стоят морозы и супруга под окном, Но пушистые мимозы продают уже кругом. Брызги солнечного света, капли солнечного лета Мы везем сегодня в дом, даем бабушке и маме, Поздравляем женским днем! Если был бы я девчонкой, я бы время не терял, Я бы на улице не прыгал, я бы рубашку постирал. Я бы вымолкнул кухняков, я бы в комнате поднял. Сам, ой, беремы бы, чашки, ложки, сам начистил бы к картошке. Все свои игрушки, сам я заставил по местам. Отчего я не девчонка, я бы маме так полно. Она сразу-то сказала, молочи на все. Дорогие наши мамы, мы и сами признаем, Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. Мы вас часто горчаем, что порой не замечаем. Мы вас очень-очень любим, будем добрыми расти И всегда стараться будем хорошо себя вести. Дорогие наши мамы, мы с чашечки вам вдвоем Поздравляем вас, молодые и привет большого всем. Подгорели супы, каша, соль, насы, молоко, Как пристала, заботы, мама, колоннула ему. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У папы работа, у мамы работа, У них для меня остается суббота, А бабушка дома всегда, она не ругает меня никогда. Устан, на корм, да ты не спеши, Ну что там стряслось у тебя, расскажи. Я говорю, а бабушка не перебивай, По грубинкам в речку сидит, перебирает. Нам хорошо, вот так вдвоем, И с бабушкой такой живем. Вставай, батюшка мой, школу пора. Зачем? В школу зачем? Темный человек, глухой нет, вот зачем. Иди ты, бабка, мама, Чего она тут гудит над ухом, как шмель? Я-то пойду, да мне не к спеху, А вот тебе к спеху. Боже, вставай. А вы, мать, отойдите от него, Не надоедайте с утра. Старый человек, куда ж ей деться? А куда вы, мать, мои ботинки дели? Каждый раз вы все вытыкаешься из-за них. Так вот они, петруша. На самом деле, деду. Вчера даже очень грязненькие были. Я их обмыла, не поставила. По экономике мамы с продуктами Видите, и так сердится. У него же четыре рта на шее. Чей рот? Тобой рот. Или не о вас говорю. Вообще, расходы большие. Здравствуйте, бабушка. Идем, идем. Можешь мне не здороваться. Она у нас старая старушенца. А с нас ты помнишь. Если ты оторваешься из своих и чужих. Она у нас главная. Может, ее нельзя обижать. Ну, старенькая, я всех вырастил. Как бы я главный. А вот так. А что же ты со своей? Смотри, отец греется. Не взгреет. Он сам не здоровается. Ну ладно, мне пора. Я ведь... Вот у один в нашем доме старичку плохо живой. А теперь у него же дети на моих классах. Ну ладно, мне пора. Я обещал сегодня бабушке умолчок на окне. Бабка, иди сюда. Иду в ручок. Вот, обращайся с моей бабушкой. До свидания. До свидания. Наша бабка лучше всех. А живет хуже всех. И никто о ней не заботится. Жизнь очень. А вам радоваться надо. Для вас сын растет. Я свое уже отжила. А ваша старость еще впереди. Что убьете, того не вернете. Старину говорили. Труднее всего в жизни. Богу молиться. Долги платить. Дороги телекарни. Так, так. Борюшка-голубчик. Я с бабушкой своей дружу давным-давно. Она у всех затея. Самую за дно. Я с ней вернусь в губ. Мне все приятно. Но бабушкина руки люблю всего сильней. Ах, сколько руки эти чудесного творят. То рвут, то трут, то метят, то что-то мастерят. Так вкусно жарят гренки. Как будто сыпьют мак. Так грома трут ступень. Наскают нежно там. Не труб проводник рашен. Тут, тут, а не то там. Весь день сунют и пляжут. По бокам, по столам. Настанет вечер тени. Слетают на стене. И сказки сновидения рассказывают мне. Косну ночник, да светят. И тут замолкнут вдруг. У меня их нет на свете. И нет милей рук. А на лице морщинок много. И на лбу седая прядь. Так их хочется потрогать. А потом поцеловать. Бабушкины руки. Такие теплые и ласковые. Бабушкины сказки. Чудо волшебное. А помните игры, которые мучили вас бабушки. Когда вы были совсем маленькими. Игра угадать. Завязанными глазами. Найти свою бабушку по рукам. И наоборот. Ну, бабушки. Давайте поиграем в игру. Приглашайте бабушки. Ну, если нет бабушки. Тогда мам, давайте. Будь, отгадай. Вероника, берите свои бабушки. Памука одна. Вот сейчас не хватает. Бабушкина. Молодка. 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 Бабушка. Держит. Молодка. Пам straight. Памуки стопы. Внимание! Внимание! Вот так еще! Не начинаешь падать. Только не одесса, а только руки. А еще руки, что рука надо найти. Это лавочка! Да? Или пока не дашь? Да и есть лавочка! Вот это лавочка! Сошла. Дать минуту назад. Нет? Нет? Да. Дальше, дальше, дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет небо. Пусть всегда буду я. Субтитры сделал DimaTorzok Вы увидите. Пройдем в класс и дальше продолжим наш вечер. Продолжение следует. 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 Подвигаемся, появляется жизнь. Дальше вы не появляете и некопытающиеся водолёки. Посмотрели, как развивается наша Земля. А вот уже и первые жители Земли. Все люди? Первые и третьи. Хорошо. Дальше мы идём. Вот какие жители дальше появляются. Это всё то, что рассказывала нам, Маша. А вот уже и жители водоёма. Смотрите, какие. Чем дальше, тем более похожи на нашу. Время жителей. Это первые птицы. Вот здесь. А это от 144 до 65 миллионов лет назад. Это было на нашей планете. Такие жители. Дальше путешествуем по планете. И вот появляются первые, такие более похожие на наших животных. Это от 35 до 38 миллионов лет назад. От 35 до 25 миллионов лет назад. Это безрубные носороги. Вот такие. Обезьяны уже есть. А это от 5 и до 2 миллионов лет назад. А вот на нашей планете. Да, вот такие животные. А вот медники. Видите, наше мнение на нашу землю. И потом они стали бы техночек и шевелами. Стали, плавали медники. И появляется стала жизнь. Вот появляется жизнь на том, как они ничего. Вот так. Вот уже. Вот плешки. И пески. А вот уже и черный водоём. Видите, сколько много времени прошло, пока появился на земле человек. Он спасил. Но человек появился. Он стал усовершенствовать природу. И своим усовершенствованием наносил вред природе. Слышали выстреления Маши. Дальше послушаем ребят. Нам поступил вопрос издалок. Медский экологический журнал «Свелик». Какие есть международные экологические организации и какие мероприятия они проводят? Спасибо. Слово представители международных организаций в охране природы «Принфис» и «Принфис». В мире есть много организаций, занимающихся охраной природы. Одна из наиболее известных – «Принфис». Это самое крупное экологическое объединение. Оно создано в 1931 году. И имеет своих представителей и сторонников из самых стран мира. Активисты «Принфиса» устраивают цикетами химических заводов. Активисты «Принфис» и «Принфис» препятствуют продаже ядовитых отходов. Мешают слипом и очищенный хост в море и океанах. Собирают информацию о предприятиях, носящих вредные годы. В 1919 году при «Принфисе» образовалась детская экологическая организация «Принфис». Она объединила сотни групп работающих разных стран. В основном это были дети в 10-14 лет. Они не только помогали просто читать, устраивали пресс-конференции, собирая информацию, выпускали газеты. Ни в этих книгах «Прости за здоровье». Вот такая детская экзаклоприя «Здоровье». Здесь тоже очень много написано о природе на вашем организме. Книги, которые, наверное, есть уже у вас у всех, все обо всем тоже очень интересные. Здесь обо всем можно прочитать и узнать. Дальше у нас есть место по журналам. Вы тоже можете подойти и почитать, узнать все, что вас интересует. Вы нехлебно богатым на сучающих зерусах, столько всяких пиратов просто где не даешь. То спроси пирог, что он знает о птицах, пусть ответит толково и гляди и удивится. Как же слава нам детства, как же наша благотворство, о порядке для детства, как сказать, птича санства? Птича санства и только под росты, просим мечки, где запомнишь все клички, просто птички и только. А цветы разве знамена у Бога? Все травой называем, об откошенных сенах. И с деревьями тоже, рост же в общем и целом. Я и так отбезда не можем отключить грешным делом. И, конечно, тревожно, что порой мы безбожно. Не храним, что имеем, не щадим, не жалеем. И за что не в ответ, словно самым малым. Нам на это клонить, что не правило станет. Не хозяева будут, так добросово будут. А природой гордимся и отечеством. Снова делаем. Российское общество охраны природы было основано в Калёвом в 1924 году. С тех пор она делала немало для охраны окружающих движений. Примодила научно-исследовательскую работу, изучая летние лидеры, растения и животных. Участвовала в создании красных книгах СССР, организации заповедников и баказников. Организовала по конкурентам и лесополам. Сорганизовала школьные юридическиества и веленые подруги. Устраивала сухоженные европейские по объединению городов и срок. Проводила операцию муравей, объясняя рост муравьев в этой сухой леса. Проводила астрологию. Месячники посредения вопросов, ценных порогов в рыбке, контроль за луто-кончочные охлаждения. Значит, мы видим, что все-таки есть люди, которые защищают и берегут природу. И все так плохо в нашей стране. Вопросы в наших консультациях. Межнедельная газета «Селенный мир». Что такое красная книга? Как она была создана? Спасибо. Воспечаем кандидат геологических, научных, консультант в обществе охраны природы, доцент Калюбова. Начиная с месяца 600-го года, наша планета выросла около 150 миллионов животных. Причем более половины земли до последних 50 лет. Почти все она не поменял, в одними человеками. Внутри растения животных, которые раньше включаются, сейчас станут летними. Они внесены в красную книгу. Эта книга называется так, потому что красный цвет сигнала пахнет. Красная книга учредена международным службом охраны природы и природных путешествий. Она самих из-за участкового города Москвы. В ее список заносятся все данные о растениях и животных, которые организуются в развитии тысячи человек. В 1974 году была учреждена красная книга из-за состава. В ее 90-м году начинал 52-го юбилей и 65-го юбилей. В составе хранения вот, считающих видов животных и растений, во всех странах, объединяются с лесниками и заказами. Собоверники — это охраняемые природные участки, где разводятся какие-либо виды с природных и растений, поведенных и других странах. Очки из-за этих людей, в виде города Хабайска, Тарасиевская, и самосец, а имени города Патамоськин-Амуре, Технагуринская, 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 Девушки отдыхают 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 Когда мы уходим вперёд, нельзя взять баньки, консервы открыты. Нужно взять стулки, положить и отместить. Молодцы, замечательно. Молодцы, спасибо. И я надеюсь, что ваши слова не будут расходиться с делами. Не будут расходиться? Нет. Нет, спасибо вам за это. Приятно осознавать, что наши дети не стоят в стороне, а помогают взрослым решением многих серьёзных проблем и заболеваний. Следующий этап работы нашей предконференции – вынесение проекта «Решение работы». Его начинает конференция. Проект решения работы «Решение работы». Первое. Познакомить учеников, любви классных деятельностей. Второе. Повести для учащихся в карьере классных служб на журналах «Решение работы». Три, тре, 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 четыре, четвёртая. Проект решения работы «Решение работы». Итак, ребята, наши выпускники сделали вот такую книгу. Туда будут собирать материалы о редких животных и растениях Кабаровского края, которые занесены в Красную Клину. Они только начали, видите, еще не очень много здесь делали, а вы каждый будете дальше пополнять, чтобы эта книга была полная, чтобы мы побольше могли всего интересного узнать. Интересно будет узнать что-то о растении, о животном или нет? Интересно. Вот это будет наша Красная книга школьная, которая будет находиться в библиотеке и каждый из вас может пойти в библиотеку, взять тот материал, который его интересует и подчитать. Ведь так интересно наблюдать за животными, за насекомыми, за растениями, что-то новое открывать для себя в библиотеке. Я надеюсь, что каждый из вас примет активное участие в создании читателей Красной Клины. Время, отведенное для проведения пресс-конференции, к сожалению, подходит к каждому. Вплоть до нашей пресс-конференции все убедились, насколько остро стоят среди людьми экологические проблемы и как много вопросов нам предстоит решать и возвращать. Друзья, помните, начинается новая минута космического времени, а там же есть в саникле, она перед этим действием, разрешением и не ввести их заседание и жизнь. Друзья, ребята, нам каждому нужно помнить, что мы часть природы. Мы над природой быть не можем, как и быть вне природы, тоже мы не можем. Если каждый будет осознавать это, тогда у нас не будет никаких психологических статей. Благодаря всех участников в предконференции наших гостей и сборках. Большое спасибо вам, дорогие люди, корреспондентам и всем участникам нашего оборудования. Спасибо всем за внимание. Ребята, мы выслушали очень хороший материал о том, как бы наберечь и охранять нашу природу. О том, что мы являемся с вами чисткой этой природы. Так вот, руками людей были созданы экологические чистые продукты. И сегодня, вручая их участникам, тем, которые подготовили для нас это мероприятие, мы хотим сказать спасибо им и спасибо всем тем, кто хотя бы одно деревце поставит или один цветок не сорвёт. Значит, он останется для будущего поколения. Спасибо вам всем. Так, третье время писала. Третье автопитак, второе автопитак. Третье автопитак. Третье автопитак, второе автопитак, второе автопитак. Третье автопитак, второе автопитак. ПЕСНЯ ПЕСНЯ